Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня будем рисовать романтичную красоту, а именно платье корсетное, из прозрачного тюля с принтом в сердечко. Все вот прям с дню святого Валентина, очень романтичное, очень девчачье. Давайте приступим. Я взяла шаблон, он у нас есть, вы можете его скачать по ссылочке под этим видео. Теперь приближаю мой торс, здесь хорошо намечена линия талии, линия груди, форма груди, прекрасно подходит. Он симметричный, поэтому можно рисовать только половинку, а потом уже нам с вами сделать цельное изделие. Итак, начну я с того, что возьму инструмент пером. У меня вот здесь немножечко сбился цвет, сейчас мы сдадим черный, единичку и непунктирная линия. Начну я рисовать от корсета, от верхней линии. Смотрите, здесь сразу мы можем определиться, какая у нас должна быть форма чашечки. Очень все подробно будет. Я сейчас нарисую основную форму корсета, а потом уже внутри буду вводить членение для того, чтобы была цельная заливка. Берем. Немножечко, чтобы был нахлест, когда мы будем сливать вместе, то эта часть у нас сольется, потому что обычно спереди у нас шва нет, хотя может и быть. Так, теперь добавляем с вами чашечки. Чашечка у меня будет идти вот отсюда. И я рисую обычно таким способом, смотрите, чтобы не копировать вот эту линию, чтобы она правильно получилась. Выбираю два этих объекта. Оп. Разделить. Разгруппировать. Вот у меня получилась вторая такая вот красивая чашечка, которая идеально по форме совпадает. Так, теперь я хочу сделать косточку и вот так попробуем. Почти совпало. Верхнюю линию я сейчас немножечко подкорректирую, чтобы было ощущение, что здесь косточка. Вот так, чуть-чуть ее приспустить. То же самое, то же действие выполняю. Отодвигаю и разбираю. Правая кнопочка мыши, разгруппировать. И эту косточку я сделаю более тонкой линией. Выбираю перышко, перо минус, оп и оп. Так. 0,75. Потому что это внутренняя линия, она будет не такая у меня активная. И можно еще вот здесь, сейчас приближу еще посильнее. Никогда не стесняйтесь приближать. Вам должно быть максимально комфортно работать. То есть, всегда вот это вот зум плюс, зум минус у вас должно быть туда-сюда ходить, чтобы было удобно. Так, членение по чашечке у меня будет горизонтальное. А именно, я хочу сделать вот отсюда, вот сюда. Вот такое членение. Я обозначу его просто линией, потому что я не планирую ничего там дополнительно как-то раскрашивать. Если бы я планировала, то, естественно, я бы все докрасила. Сейчас мы все это сделаем. Все линеарные особенности здесь тоже у меня получается. Косточка. Теперь смотрим. Поверху у меня должна быть такая вот как ободочек, отстроченный. Я его здесь тоже обозначаю. Можно скопировать эту линию и по ней провести. Можно новую нарисовать. Я сейчас выбрала новую нарисовать. Здесь мне немножко не нравится изгиб, который получился. Мы его сейчас поправим. Ну, то есть можно верхушку просто обрезать, она тогда будет идеально копировать. Сейчас сделаем 0,5 пунктиром. Так, хорошо. Здесь тоже сделаем по чашечке дополнительную линию пунктиром. Беру инструмент пипеткой, переснимаю линию. Но смысл ее еще раз рисовать. Если можно таким образом сделать, здесь тоже переснимаю. Вот. В принципе, то, что я хотела, у меня получилось. Вот здесь вот еще будет видно одну косточку. Вот так. Поэтому я ее сюда тоже добавляю. Здесь она будет пунктиром, а здесь она будет спокойная. Опять же, выбираю пунктирную линию. Выбираю инструмент пипеткой и переснимаю вот эту линию, чтобы они были у меня все одинаковые. Здесь получилось. Теперь у меня будет на плечике тесемочка, которая завязана в бантик. Соответственно, смотрите, это вот основная линия, по которой удобно. Я немножечко от нее смещусь вправо. И вот сюда мы завязываем тесемку. Опять же, чтобы тесемка смотрелась более изящно на фоне основного контура. То есть основной контур у меня получается единичка. А тесемочка у меня получается 0,75. За счет этого она смотрится чуть-чуть более изящно, но при этом остается в общем таком моменте. Давайте я все это залью белым, за исключением линии обводки вот этих, потому что они сейчас мне будут портить картину красоты. Вот так. Вот, чтобы я уже понимала, как у меня будет это смотреться. Так, сюда у меня получается тесемочка. И мне нужно завязать красивый здесь вот бантик. Бантик будет такой достаточно из этой же тесемочки. Не толстенький, но очень аккуратненький. Так, у меня получилась пунктирная линия. Я ее скидываю на непунктирную. Когда получается вот такой острый уголок. Вот здесь вот в обводке. Оп, и мы его убираем. Мне не нужен острый уголок. Мне нужно, чтобы у меня была просто нормальная красивая линия. Это вот как такой дополнительный небольшой декор. В том плане, что вот такая вот здесь у меня еще бантики на плечиках, которые я вижу. Вот, и можно от них еще пустить две тесемочки. То есть здесь вот основа самого бантика, да, где то, что мы называем узелочек. Вот он узелочек. И от него уже могут быть тесемочки. Нужно понимать, что когда они на плечике расположены, ну, они могут у вас выходить вперед, а могут выходить назад. Поэтому нужно смотреть. Вот смотрите, я их сейчас рисую поверху. Да, но для того, чтобы они не оставались наверху, я их переложу назад. Для этого выбираю два объекта. Нажимаю Ctrl и буковка русская Х, либо квадратная стрелочка налево. И вниз, вниз, вниз. Вот получился бантик. Если нужно, то я всегда в любой момент могу эти объекты подвигать. Там, например, я считаю, что оно должно побольше топорщиться, чтобы показать такой, ну, более озорной бантик, давайте скажем так. Вот я беру части, которые я нарисовала, и более озорно раскладываю этот бантик, чтобы он смотрелся повеселее. Половинка у меня получилась вот такая. И сейчас я нарисую подъюбник, он будет свободного такого кроя. Не буду на нем рисовать никаких особых деталей, потому что для эскиза мне нужен просто вот, чтобы он у меня в заливку входил, чтобы через него просвечивалось. То есть вот он такой вот спокойный. Вот сюда вот так по бедрышкам встает. Тоже мы его симметрично сейчас с вами сделаем. Вот такая половинка, это нижний слой. Вот здесь небольшая коррекция требуется для того, чтобы бедро было красивое. Вот так. Вот. Теперь что мы с этим делаем? Мы все это вместе выбираем. Ctrl A. Нажимаем на инструмент зеркальное отражение, ставим его по центру. Вот у нас линия центра есть. И вращаем. Оп. Shift Alt. Shift дает правильное вращение. Сейчас еще раз покажу. Смотрите, начинаю вращать вокруг точки, зажимаю Shift, а оно у меня начинает вращать на 90 градусов. Alt копирует. Отпускаю сначала кнопку мышки, потом отпускаю, соответственно, кнопку на клавиатуре. Выбираю два объекта, сливаю между собой. Они не слились. Почему? Потому что не хватает пересечения. Соответственно, сдвигаем чуть ближе. Теперь все слилось. Такое бывает. Это просто, короче говоря, уже на опыте вы это будете делать. Вот так тоже пропало. Ничего никуда не пропало. Оно вон там внизу находится, просто переложилось назад. Правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. Все, все, на место вернулось. Это наша основа. Теперь я заблокирую слой. Создам еще один слой, на котором буду рисовать сверху юбочку, которая будет полупрозрачная и которая будет уже с легкими складочками. Соответственно, здесь есть особенность рисунка таких юбочек, ну, по крайней мере, в иллюстраторе, для того, чтобы сымитировать, что ткань вот так вот прозрачно у нас смотрится. Во-первых, я ее буду рисовать чуть-чуть длиннее, чем подъемник. Здесь сразу рисую складочки, которые мне нужно заложить. Вот, и тоже мы ее нарисуем сейчас половинку. Соответственно, поправим, чтобы она была по центру. Сразу ее раздублирую, потому что я бы не хотела, чтобы она была прям вот четко-четко симметричнее, но чтобы она была более-менее похожей по, ну, по крайней мере, по бедрышкам. Смотрим, что у меня здесь она по бедрам вылезла, поэтому сейчас вот эту точку откорректирую, вот эту точку. Откорректирую сюда и вот эту сюда. Поскольку это изделие корсетное, в данном случае оно может даже немножечко утягивать наше с вами тело. Потому что, как правило, все остальные изделия, они нам тело с вами не утягивают, должны находиться на каком-то расстоянии от тела. В случае с корсетными изделиями здесь встречается такое, что мы можем иметь возможность, что немножечко утянуты. Поэтому здесь ровно, прямо вот в манекен мы ее упираем. Вот такая у нас получилась. Теперь я рисую линии. Рисовать буду в два этапа. Сначала я нарисую линии, которые вот от этих складочек у меня идут. Вот таким образом я их нарисую. Это первый этап, это линии. Второй этап, это будут объекты, которые будут задавать нам тени. Поэтому сначала сейчас вот линеарно мы все это красиво проработаем. Вот то, что у меня сюда вот пришло. То есть это просто линии, которые будут задавать направление для складочек, показывать, как они будут идти. И сразу такой момент, не надо удивляться. Они не будут такими топорными. Я знаю, что не всем это нравится. Конечно же, такая топорность нам не требуется. Но я всегда рисую сначала базовую линию. А потом уже вот смотрите, мы нарисовали. Я выбираю все, кроме контура. Все вот эти складочки. Сгруппирую их, чтобы они были в одной группе. И вот здесь толщина 0,25. И выбираем либо вот так, либо вот так. Надо посмотреть, как лучше. Они становятся более тонкими, более изящными. Если какие-то линии мне не нравятся, то я их могу подкорректировать. Пока у меня сейчас нету теней, естественно, они мне не до конца подкрепляются. Поэтому я сейчас создам новый слой, чтобы ничего у меня не цеплялось. И дорисую именно тени. Тени я буду рисовать объектами. И в данном случае эти тени будут не прямо вот тенями. А это будет двойным наложением полупрозрачной ткани. Это такая вот особенность при рисунке полупрозрачных тканей в иллюстраторе. Поэтому у вас будет хорошее ощущение. То, что будет там рисунок просвечиваться и так далее. То есть вот здесь вот видите, она друг на дружку накладывается. И вот этот кусочек должен быть как бы двойным. Вот здесь тоже есть небольшое наложение. Мы покажем, что здесь небольшое наложение. Вот здесь. Я поэтому рисую это все на отдельном слое, чтобы ничего мне никуда не цеплялось. Вот здесь вот кусочек покажем. Такой вот маленький, аккуратненький. Вот это все будет потом двойным наложением. Сейчас я это сделаю тенями, как я рисую обычно тени. Я выбираю все вместе, сгруппировать. Так удобнее. Убираю цвет контура. Делаю цвет заливки, в данном случае черный. И убираю до мягкости, до контура вот такого. Если я пересветлила и понимаю, что мне тени уже не видно, то я их немножечко вытаскиваю. Притом, каждая тень может иметь свой такой оттенок. И давайте мы сразу добавим сюда в дополнение общие тени. И потом еще одну шаловливую оборочку по низу добавим, чтобы у нас все было красиво. Соответственно, общие тени. Знаю, что у многих проблемы. Но вот смотрите. Вот эта часть у нас будет затемненная. В силу того, что если мы будем считать очень условно геометричную грудь полусферой, то под грудью, конечно же, всегда будет темнее. Вот здесь у нас может быть небольшая тенюшечка, которая будет под грудью обозначать то, что там есть объемчик. А вот здесь будет блеск. Соответственно, вот эта часть, вот эта половинка, сюда тоже мы можем с вами проложить некоторую тень. Для того, чтобы создать объем, как будто бы это такой вот цилиндрик. И вот здесь тоже у нас может быть с вами такая вот полутень. То есть как будто мы светим прямо. И небольшие полутени закладываются. Нужно понимать, что они не должны быть какими-то яркими, глубокими. Но если только у вас ткань там, например, не бархатая, она не светится как-то отдельно, то тогда это не требуется. Сейчас я выберу. Так. Теперь выбираем все эти тени. Как видите, они грубые и черные. И я им даю непрозрачность. Сейчас выберу еще раз. Вот. Все. Даю им непрозрачность. Становится эскиз более мягкий, более понятный. Если вот эта тень нравится, не нравится, можно ее оставить или убрать. Соответственно, я это все вместе разблокирую. Юбочку все вместе согруппироваю. Чтобы она была единая. Вот у меня получилась одна юбка сверху, одна снизу. И теперь на эту нижнюю юбочку я доделаю еще оборочку. Давайте добавим. Приближу вниз. Здесь сейчас будет немножко сложно рисовать вот этот контур. Поэтому что я сделаю? Я разблокирую двойным кликом. Войду в Ctrl-C. Выхожу из режима группировки. Сюда вставляю Ctrl-B. Она у меня вставилась только этот контур. Это мне нужно для того, чтобы когда я буду рисовать поверху вот эту оборочку свою. Достаточно такую активную. Чтобы потом вот этот контур не придумывать, а просто его забрать с того, что есть. Вот. Поэтому сейчас мы это все соберем. Можно рисовать более вдумчиво. Но у меня такая более фривольная ткань здесь не требуется. Вот смотрите. Чтобы не повторять все эти линии, не сидеть, не корпеть. Я специально скопировала объект. Разгруппировать. И все. Оно у меня точно встало вот прям сюда. Больше ничего не требуется. Вот эту нижнюю часть я сейчас поглажу инструментом сглаживания. Для того, чтобы все линии пришли в себя и стали более гладкие. Вот смотрите. Видите? Уменьшается количество точек. Становится более гладенькое, более спокойное. То, что не прогладится, потом будем доделывать ручками. Так. Вот доделываем ручками. То, что не догладилось. Аккуратненько, чтобы все было красиво. И здесь тоже будем использовать такой же принцип, как и на предыдущем слое. Будем накладывать одну на одну. Только здесь смотрите. Вот я нарисовала вот такую складку. Начнем с вами с теней. То, что я вот здесь вот так вот рисую. И это вот то, что будет вот так заливаться. И вот сюда с выходом. Я потом это сейчас под низ положу. И поскольку у меня будет эта двойная заливка, она туда перейдет. Это только для прозрачных тканей такой метод проходит. Если у вас ткань не прозрачная, то, естественно, нужно рисовать это все отдельно. Только для прозрачных тканей подойдет такая методика. Сейчас вы увидите, как это будет. Оно будет накладываться одно на одно. И будет как бы таким образом создаваться более насыщенный оттенок. Только для прозрачных. Все остальные ткани нужно рисовать немножечко по-другому. То есть отдельно все вот эти вот наложения вырисовывать в непрозрачных тканях. Здесь же мы сделаем вот такую методику. Это именно методика рисунка, чтобы отразить то, что у нас с вами ткань полупрозрачная. Потому что у нас же с вами эта картинка. Ну и здесь мы тоже можем ей это все задать. Так что аккуратно прорабатываю. У меня это отдельный слой. Ничего другое не цепляется, кроме вот этой основы. Вот так я это все прорисовываю. Сейчас еще линеарную мы тоже дорисуем туда историю. И здесь тоже аккуратненько это все делаем. Вот так. Так. Теперь эти все вот эти палки, которые я тут нагородила. Я по-другому это не могу назвать. Я аккуратненько перевожу назад. На задний план. И конечно же туда даю такую вот непрозрачность. Когда вот эта станет полупрозрачная верхушка, оно все у меня оттуда выглянет в правильных моментах. Теперь нарисуем наши с вами складочки более другим способом. Это линеарным. Я когда училась, нас в институте учили, что линии и пятно. Вот мы с вами рисуем линией и пятно. Но, соответственно, все это аккуратно обозначаем. Эскиз я делаю сразу под заливку. Поэтому, если бы я еще рисовала отдельно черно-белый эскиз, я бы в черно-белом эскизе отдельно прорисовала линии и пятна. Потом уже все туда вставляла. Выбираю все наши линии, которые нам нужны. И, соответственно, сейчас тоже им сделаем толщину 0,25. Более толстые линии иногда оправданы, если это очень грубая ткань. Вот, смотрите. Вот так. И может быть 0,5. Может быть 0,25. Надо смотреть. В зависимости от того, какое ощущение вы хотите создать. Вот у меня вот такое фривольненькое платье получилось. Сейчас мне немножко не нравится пропорция, и я ее подкорректирую. А именно, я хочу вот это место чуть-чуть поднять наверх. Вот так выбираю. И наверх. Выбираю и наверх. Иллюстратор это позволяет делать легко. Надо только кусочками двигать. Тогда будет вообще очень красиво. Вот, сделала его покороче. Мне кажется, так будет лучше. Более оно такое получается. Игриво-девчачьи. Это наша с вами основа. Мы можем все вместе выбрать и все вместе сгруппировать. Вот теперь у нас эскиз весь на одном слое. Все слилось. Лишние слои убираем. Еще вам покажу сейчас один приемчик, который мы будем использовать для того, чтобы создать красивый принт в сердечко. При этом с изюминкой. Так, давайте мы создадим копию нашего красивого платьица. Вот так. У меня их теперь два. И вот здесь мы будем собирать принт. Одно у меня останется черно-белое, а второе будет с красивым-красивым принтом. Уже наверх это нам не нужно. Регулирую монтажную область. Если у меня это подпечать, то я всегда работаю на формате А4, чтобы я понимала, как оно будет распечатываться. Если я работаю просто визуально, вот как в данном моменте я не планирую это подпечать под какую-то, да, я хочу, чтобы это была красивая виртуальная картинка. Поэтому я просто формую так, как мне нравится, по тот формат, который мне нравится. Если у меня это будет, например, рилс, либо это какой-то квадрат, либо, ну, в общем, я всегда выбираю тот формат, который нужен. Либо я могу потом этот эскиз поместить в нужный мне формат. То есть это надо понимать. Теперь рисуем с вами красоту. Я хочу сделать уникальные сердечки, можно по-разному их рисовать. Я буду рисовать половинку перышком, чтобы сердечко было вот прям по форме уникальное-уникальное. Можно сделать сердечки асимметричные, то есть нарисовать сердечко таким образом, чтобы оно было вот вообще асимметричное, как будто нарисованное от руки. Тогда будет еще больше. Но я хочу сделать сердечко асимметричное, но моей личной формой, ни к чему не привязанной, ни с какими там кружочками, квадратиками не выведенное, чтобы вот оно было такое. И хочу, чтобы оно было немножечко такое пухляшечко, поэтому вот здесь тоже подбиваю. У меня получилась половинка. Теперь при помощи инструмента зеркальное отражение я его отражу. Вот получилось цельное сердечко. И его солью между собой, чтобы у меня оно было цельное. Вот. Не слилось. Сейчас еще подвину. Не хватило, не соприкоснулись. Вот. Единое сердечко. Сердечко у меня будет красненькое, без цвета контура. И смотрите, если мы будем формировать из него принт. Ну, допустим. Вниз. Раз, два, три. Ctrl D я нажимаю, копируется последнее действие. И вправо. Раз, два, три. Я нажимала Shift, нажимала Alt. То же самое, что делали с плате. Вроде как принт ничего. Но есть фишечка, которая позволяет сделать его более динамичным. Мы заходим в объект, трансформировать. И вот здесь есть функция трансформировать каждой. У меня уже все настроено. Вау, эффект не получился. Смотрите. Вот здесь по горизонтали. Да? Как мы можем трансформировать? По вертикали. По горизонтали, по вертикали и на какой угол. И случайно. Таким образом у вас принт получается вот такой вот случайный. Теперь мы все это можем спокойно закинуть в заливки. Закидываем это все в заливки. Делаю двойной клик. У меня открывается панель Pattern Generator, параметры узора. И смотрим, насколько хорошо у нас все с вами сгруппировано. Здесь мы можем это все подкорректировать, чтобы был максимально бесшовный эффект. Чтобы оно все смотрелось красиво. Чтобы сердечки, которые расположены, располагались правильно. И не смотрели в одном направлении и не были как-то там не так. И таким образом на создание принта у вас тратится совсем-совсем мало времени. Вам не нужно долго задумываться об этом. Вот все, я сделала. Мне все нравится. Я говорю, окей. Да, можно на Enter нажать, так вы говорите, окей. Так, куда они переместили? Почему? Не сохраняется. Да, параметры узора. Новый образец. Все правильно. Так, вот здесь вот должна быть галочка. Куда-то моя галочка убежала. Параметры узора. Угу. Угу. Так. Окей. Сохранили. Хорошо. Сохранился? Вот, готово. Кнопочка. Ай-яй-яй. В общем. Что сейчас у меня произошло? У меня все залилось этим узором. Смотрите, возвращаю. Вот у меня какой узор красивый. И теперь, после того, как этот узор сформирован. Ну, я обычно так делаю. Вы можете делать по-другому. Я его вытаскиваю. Потому что я его корректировала. Вытаскиваю. Разгруппировать. Смотрите, у него появился там вот такой вот прямоугольничек. И этот прямоугольничек формирую по цвету. Цвет я хочу сделать такой вот щенячий розовый. Прям вот. Прям вот мур. Прям вот розовый-розовый. Вот только тепленький розовый. Только тепленький розовый. Потому что я говорила, что у нас будет безобразие ко дню всех влюбленных. Вот. Но сделать его полупрозрачным. Помните, мы с вами формировали заливку для этого? То есть сердечки будут не прозрачные, а сама основа полупрозрачная. И теперь все это берем. Закидываем туда. Это я могу удалить. Оно мне не надо. Это сердечки. Вот. И пробуем мы с вами залить юбку. Так. Входим двойным кликом. Выбираем еще двойным кликом. Выбираем юбочку. И получается вот такая заливка. Смотрите, сейчас мы отрегулируем с вами размер. Чтобы все было заливать более комфортно. Либо мы можем залить сразу все. И потом уже отрегулировать. Давайте я, наверное, все залью. В том числе и тени. Которые у нас есть. Здесь тоже мы сейчас зальем. Вот эти штуки. В общем, чуть-чуть времени на первую заливку потратить надо. Потому что она у нас с вами пойдет аккуратненько. Сейчас мы вот здесь сделаем. Тоже здесь заливочку. И здесь заливочку. Тени основные заливать не будем. Только здесь. Здесь заливочку. Это вот у нас лишнее. Это мы сейчас уберем. Вот. У нас сформировалось. Теперь, чтобы оно смотрелось более красиво. Мне не нравится по масштабу. Я все это вместе выбираю. Делаю инструмент масштаб. Да, все верно. Инструмент масштаб. Трансформировать только узоры. И давайте попробуем 50. Нет, еще меньше. 30. Еще поменьше. 25. Я подбираю на глаз. Вот. Вот. Это уже разговор. Можно даже еще поменьше. Это совсем мало. Давайте попробуем. Она теперь от предыдущего добавляет. 75. Вот. Давайте 60 попробуем. Во. Хорошая мелкая такая штучка получилась. Ну, и теперь немножечко мы с вами поработаем. Вот здесь, смотрите, у нас то, что заливка. Я выбираю цвет красный. Делаем его более глубоко насыщенным, чтобы он был красивым красным. И то, что я говорила, эффект прозрачности. Мне кажется, его немножечко не хватает. Самого эффекта прозрачности. Поэтому вот эту основу я выбираю. И ему добавляю непрозрачность. Вот. Вот так. А и... Сейчас выдаю. Так, нет. Перебор. По непрозрачности перебор. Вот. Видите? Внутреннюю часть видно. И мы можем сейчас вот что сделать. Я могу вытащить вот эту часть, которая с непрозрачностью. И у фона, у фона, во-первых, немножко непрозрачность скорректировать. А во-вторых, сделать его чуть-чуть темнее. Чуть-чуть. Вот так. И теперь все это вместе взять, опять запихнуть в заливки. То есть я откорректировала саму заливку. Она стала более темной. И вспомните, вот здесь мы с вами рисовали вот эти тенюшки. Сейчас я вам их покажу. И вот именно эти тенюшки залить вот этой более непрозрачной историей. Давай на клик. Вот она. Вот. Видите? Она стала более темной. Ее стало лучше видно. Это тот эффект, которого я и хотела добиться. И здесь то же самое. Мы сейчас туда войдем. Вот эти части, которые у нас там внизу, которые просвечиваются, которые мы специально дополнительно рисовали. Мы сейчас с вами выделим. Единственное, что у них желательно убрать цвет контура. Потому что с цветом контура они нам портят красоту. Сейчас мы посмотрим. Вот без цвета контура. И, соответственно, с таким вот добавлением. Вот. Стало намного лучше. Давайте двойной клик сделаем. То есть получилась вот эта игра. Плюс ко всему, смотрите. То, что у нас вот здесь юбка верхняя. Там есть нижняя юбка. И у этой нижней юбки какой-то цвет должен быть. Она может быть либо белая, либо бежевая, либо в цвет тела. В зависимости от того, что мы хотим получить. Но она должна быть. И, соответственно, когда она у нас появляется, то есть мы начинаем ее видеть. Либо она тоже может быть, например, бледно-бледно-розовая. Для того, чтобы, ну, как бы сливалась. Давайте вот отсюда вытащу цвет. Вот этот. Вот. И ее тоже залью. Только мне нужна... Вот так. Чуть побледнее сейчас сделаем. То есть там цвет основы. Ну, а у лифа, соответственно, тоже есть эта основа. Куда же без нее. Вот. То есть такая вот более сложная проработка. Как я говорила, платье девчачье. Все в рюшечках, в цветочках. Видно вот этот момент. Почему важно это прорисовать, это показывать? Потому что тогда вы сразу видите, как это будет смотреться. И происходит, ну, понимание того, что это будет так. На мой взгляд, это важно показать. Это важно объяснить. Для того, чтобы было понимание того, что это будет вот так смотреться. Вот здесь можно чуть более темным. А, и мы с вами еще не нарисовали бантики. Ну, бантики, естественно, будут красные. Красивые красные бантики. Вот такая фривольность на 14 февраля. Показала вам несколько прикольных приемов. Особенно по созданию принта. Смотреться оно будет именно так. И я считаю, что это важно так нарисовать. Потому что мы сразу понимаем, как оно здесь будет. Мы можем под корсет положить тоже основу. Чтобы понимать, как эта ткань будет смотреться. Какие у нее особенности. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии. Шаблончики тоже сможете скачать. Я оставлю вам ссылочку под этим видео. Пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. На них получаются очень классные пропорциональные эскизы. На этом все. Не забывайте подписаться. До скорых встреч. Пока-пока.